По службе в списке Алексея три судимости. В первый раз он попался на краже в 23 года, тогда отделался условным сроком, но уже через год вновь оказался за решеткой за соучастие в групповом грабеже. Не отсидев весь срок, по амнистии вышел на свободу и вновь украл. На этот раз в его действиях был признан особо опасный рецидив. Однако, благодаря исправному поведению в местах не столь отдаленных, он был освобожден условно досрочно. Вне тюрьмы пьянячий воздух свободы вновь сыграл с Алексеем злую шутку. Устраиваться на работу он стал исключительно для того, чтобы воровать. Первая кража была у меня и не настолько крупная, как в других местах. Есть село Маманай, там строился тепличный комплекс. В этом тепличном комплексе он взял, как уже я знаю с процесса суда у тех потерпевших, он взял электростанцию Ямаха японскую. 380 вольт, 10 киловатт, это целая станция. Потом инструменту много, это все. Они его нашли в Перамаеве. Очень вежливо посадили его в машину, очень вежливо. Привезли домой, что-то он согласил только в багажнике ехать. Привезли его туда, в Маманай, и он им показал, у кого он взял это все. Я уже знаю, с процесса суда. Они просто-напросто пошли как-то договорились, свое имущество забрали и никаких исков не подавали. Примечательно, как Алексей совершал кражи весьма габаритного оборудования со строящихся объектов. Нанимаясь бригадой шабашников, имея за плечами три ходки, он быстро становился бригадиром и начинал руководить. Там были рабочие, он пришел и говорит, хозяин сказал, вот это надо погрузить, вот это, вот это, в другом месте есть работа. Они ему помогли рабочие, а он украл и, короче, продал другим. Там где-то на 900 тысяч он продал за 30, 30 раз дешевле. После того, как дела со строительством не задались, Алексей решил устроиться пастухом в Орельском районе. Но буквально через пять дней, получив аванс от хозяев, организовал попойку с коллегой, местным пастухом. Вечеринка закончилась ссорой, а ссорой – убийством. Алексей до смерти забил оппонента, труп закопал на мусорной свалке. Спустя три дня пропавшего пастуха начали искать родственники. Алексей, понимая, что сам может оказаться на той свалке, решил сдаться полиции. В итоге суд учел чистосердечное признание Алексея и приговорил его к 11 годам лишения свободы. Потерпевшие с этим не согласились. Я с приговором не согласен. Ему положено более строгий режим. Сам Алексей, его адвокат и прокурор высказали единодушное мнение, что приговор вполне справедлив и оправдан. Приговор в отношении с законными и обоснованными. То есть сроки, то уже и режим задержанности. Приговор в отношении с СССР, в связи с обещанием суда по уголовным делам. Я считаю закон обоснованным, поддержившим особенным беденем. Для чего он жалует без этого. Коллегия областного суда оставила вертикт в силе. Для заседания беденем закрытым. До свидания.